могу с вами нарисовать наверное самолетик для мальчиков все тоже самое только можно в других тонах как нам нарисовать просто самолетик но сначала контур да кстати контур можно нарисовать сразу кисточкой и это будет проще наверное пусть он будет синим когда мы ведем плоской кисточкой полосочку она нам как раз делает правильный ровный контур можно делать квадратиками сразу совсем не обязательно отрисовывать карандашом а потом уже по этому контуру вы можете выкладывать мозаикой вот кстати здесь контур достаточно широй узкий да но мозаика выступает за пределы контура и она выглядит неплохо то есть она не портит этим поэтому с маленькими можно делать так да и хочу напомнить что следующее у нас тема будет мандалы это 15 13 числа доделывайте все свои работы затянулось у нас немножечко действия как-то мы не подрасчитали думали что это будет насыщение все в принципе можно было сокращать самолет до самолет в принципе можно можно очень просто сделать как мы нарисуем самолет а мы нарисуем овал кабину на два квадратика можно сделать до полосочка посередине овал треугольничек такой со скругленным краешком вниз треугольничек от верхней линии наверх а здесь прямоугольничек вот и самолет смотрите как быстро получился самолет а теперь нужно подумать на какие части его разделить да вот например вот это может быть но мне даже нет цветов каких-то подходящих но можно сделать допустим вот это светло-зеленым да у меня и зеленые оттенки сверху и зеленым крылышки а я придумала а а темно-зеленым сам самолет например можно его разделить кстати на две части нет не буду делить а то путаница получится будет вся тушка самолета будет где темно-зеленая хвостик можно тоже светло-зеленым сделать я зеленый цвет выбрал только потому что он у меня есть уже в мозаике мы можем кстати очень быстро выложить сейчас окрой окошко сделаю голубым а можно еще так символически обозначить облака здесь облачко и здесь вот и самолетик не знаю поделитесь расскажите сложно не сложно у меня вот маленькие дети только обычно контуры выкладывают у этих рисунков и но все по-разному есть дети которые много что могут долго могут сидеть там можно какой-нибудь один например вот так кстати можно только крылья или хвост например выложить вот одно крылышко выложить оно самое ближнее хвостик хвостик не выкладывать все облака у меня нет синей синего синего или мозаики мы сейчас быстро сделаем голубую мозаику сейчас мы быстренько сделаем голубую мозаику с красивыми разводами вот мне нравится что она вот такая и испачкалась и испачкалась ой ой много а пусть такой был что-то все прям блестит ладно то что нужно для облаков красота блестящая и для контуры вот у нас какая нарядность получилась это на 9 мая хорошо будет на подарок на открытку клеить такую штуку видите какую я штуку придумала и поехали чтобы побыстрее было сейчас мы ускорим процесс я просто пятнышки поставлю на вот эти облака несколько пятнышек пятнышки должны быть достаточно жирные чтобы они прям капелькой лежали и подцепляем кусочки это я ради скорости делаю вам лучше высушивать мозаику иначе она она теряет форму когда вы ее клеите так одно облако готово и здесь опять ставлю точки по квадратикам могу не все квадратики заклеивать а какие-то заклеить и какие-то оставить в виде пятнышек ну вот здесь тоже я сделаю по пятнышку и аккуратно подцепляю сюда подцепляю ну вот пока она мокрая она деформируется пока когда ее отрываю причем я делаю это аккуратно что не скажешь о детях да она вытягивается уже теряется форма квадратиков поэтому готовьте материал заранее ну и можно там через один поставить пятнышки на рамочку такого же голубого цвета вот блестит красиво хорошо ну и вот так вот до конца доделываем все квадратики давайте я на этом завершаю уже потому что отличная открытка будет надо бумажку какую-нибудь взять так вот складывать пополам приклеиваете свой кружочек на бумажку у вас получается открытка я придумала как сделать фон этому самолетику нужно кисточку побольше сейчас мы сделаем красивый облачный фон так намочу намочу только квадратик он конечно немножечко покорежится новый фон можете потом не сразу клеить на этот фон самолетик после того как он высохнет подержать его под прессом в книжку положить уже просохший фон и я предлагаю так по мокрому сделать какие-то облака так просто пятнышки попускать по моему круто получится вот так по мокрому попускать облака и когда это все высохнет положить под пресс а потом ну я буду хулиганить вот так у меня все неровно будет и вот так так о здорово по моему нормально ну вот так вот можно встать квадратиками да вот эти края сделать куда растекается вот такая открытка получилась праздничная друзья пока пока давайте теперь ваша работа выкладываете под хэштегом изосфера весна 19 жду вас с новыми работами пока еще один момент который забыла сказать готовую работу нужно будет аккуратненько чистой кисточкой покрыть акриловым лаком у меня лак акриловый глянцевый сонет и будет блестеть ваша мозаика как настоящая смальта удачи